Совсем скоро во многих странах, в первую очередь, конечно же, стандинавских странах, начнут отмечать один из главных зимних праздников. Ну, конечно же, после Рождества, имеется в виду по значимости, но начинается празднование рождественских праздников именно с Дня Святой Руси, который раньше приходился на день зимнего солнцестояния, но после изменения в календаре праздник продолжают отмечать 13 декабря. И день Святой Руси, который, кроме Швеции, еще и популярен очень в Финляндии, Норвегии, Дании и на Сицилии. Почему на Сицилии, узнают. Видимо, потому что этот праздник связан с эпидемией мученицей Святой Руси, ослепленной и убитой за веру в Христа. Однако существует шведская легенда, согласно которой рыбачка Люсия, то бишь жена рыбака, жила в Средневековье, и, как и любая рыбачка, часто отправляла своего мужа на промысел и ожидала его возвращения. Однажды ее муж отправился в море, но разыгралась буря, и нечистая сила, гулявшая по землю в ту ночь, погасила маяк, с помощью которого освещался путь морякам и рыбакам обратно на берег. Для того, чтобы указать путь, терпящим бедствие, Люсия вышла на берег с фонарем в руке, но, видимо, в этот день было все против человечества в лице Люсии и ее мужа, и других рыбаков, нечистая сила в виде чертей бросилась на Люсию, отрезала ей голову. Но даже после смерти Люсии ее признак стоял на столе с фонарем и освещал дорогу. Вот такая душераздирающая история для того, чтобы понять, откуда такое название, и традиция отмечать этот праздник. Итальянцы, которые оказываются в Швеции 13 декабря, очень удивляются, насколько ревностно лютеране шведы, чествую сицилийскую святую Лючию, которая на родине не так почитаема, как в стандинавских странах. И единственное, что связывает эти чествования, это, конечно же, имя шведская Люсия и итальянская Санта-Лючия. То есть сходство только в имени осталось. И не случайно, конечно же, в компании Арифлей существует как визитная карточка туалетная вода с таким названием. Когда она только-только появилась в 1926 году, многие называли ее на итальянский манер Лючия, но мы с этим практически все привыкли. И даже те, кто не знаком с компанией, знают, что есть такая туалетная вода в компании Арифлей. И в наши дни образ Люсии считается воплощением духовной чистоты. Ее костюм – это длинное белое платье, перевязанное красной лентой. На голове у нее красуется венок из веточек брусники со свечками, которые символизируют путеводную звезду, или свет фонаря, который, помните, освещала Люсия дорогу рыбакам, которая достала ненастье пути, символизируя свет, надежду, приход солнца. Святая Люсия стала в Свеции почти такой же популярной, как и Ютонте. Это по-шведски Дед Мороз, так туалетная вода Люсия, символ компании Арифлей, символ рождественских празднований. И один из, наверное, самых нежных ароматов, который особое место занимает в артименте парфюмы компании. Цветочно-фруктовый букет аромата, который имеет свет и чистоту, а также ноты лимона, которые быстро и бесполезно помогают адаптироваться к новым условиям жизни, согласно науке ароматерапии. Если нужно привыкнуть к новым людям, тоже поможет аромат Люсия, верхние ноты которого представлены лимоном. Этот аромат помогает философски смотреть на жизнь, воспринимать какие-то тяготы жизненные, невосполнимые потери, повышает жизненный интерес, повышает к угловческому действию и способствует успеху в работе, семье, любви. Запах этого цитруса помогает сконцентрироваться, усиливает тонус мышц, бодрит, заряжает энергией. Запах лимона, оказывается, у большинства воспринимается как пристав чистоты, 53% любителей этого аромата при контакте с ним ощущают прилив счастья, а 46% этот запах расслабляет. Сандал открывает, так же как и лимон, творческие способности личности, способствует проявлению таланта, помогает избежать импульсивных, в ту некрасивую историю, по его казани, рос этот кустарник, жасминовый кустарник, и строго настрадом было запрещено его рассаживать. Но, как это часто случается, вопреки запретом, и благодаря умленности садовник-берцога подарил цветущий букет жасмина своей возлюбленной. Вот с тех пор в Италии жасмин символизирует любовь, которая сильнее, чем запрет. Итак, три ноты. Главное – это лимон, сандал и жасмин индийский. Кстати, в Индии женщины носят на голове гердарный цветок жасмина. В Китае жасминовый чай обладает духовной силой. В Индонезии жасмином украшают невесту, поскольку это символ чистоты. Ну и сам аромат висея, конечно, символизирует чистоту и свет. Ну вот для того, чтобы приобщиться к чистоте, мы предлагаем еще и воспользоваться дополнительными средствами из этой коллекции, тем более, что в 17-м каталоге и сам партнер сила. И тальк для тела можно будет приобрести в виде набора, и что существенно повлияло на его цену. Не забудем тем, кто любит аромат, что называется, на целый день, использовать его в виде нескольких средств. Как то, после душа, после ванны, сразу же на чуть влажную кожу тела нанести до полного впитывания легкими стирающими движениями крем для тела, затем нанести тальк на ладошку небольшое количество, затем на вторую ладошку и легкими движениями портающими распределить по коже тела. И уже перед тем, как одеть одежду, нанести несколько брызгов чудесного аромата люсия, можно войти в облако из этого аромата. Все те качества, о которых мы выше говорили, будут сопровождать нас целый день. Я знаю, что этот аромат у многих любим. К тому же в этом году компания сделала новую вариацию на тему люсия, Starlight. Я думаю, что мы еще об ароматах. Итак, что же такое День Святой Люсии в Швеции? Это очень интересное празднование. В Стокгольме и Хельсинки проходит настоящая церемония выборов и коронация Люсии. Это настоящая королева красоты в этот день выбирается. Шведская коронация проходит в Национальном музеестанском. Кто побывал в Швеции, в Стокгольме, наверняка был и в этом музее. Я, к сожалению, не попала в него. Это был понедельник. А по понедельникам многие музеи, но только в Швеции, отдыхают. Финская коронация Люсии проходит в главном соборе. Люсию награждает писатель, который за три дня, или вот сейчас, за несколько дней до этого события, получает Нобелевскую премию по литературе. И вот уже сейчас известно, что в этом году Нобелевская премия в области литературы была присуждена французскому асселопатрисму Диану за наиболее сложные человеческие судьбы, и способность раскрыть жизненный мир во время оккупации. Поскольку большинство произведений Патрика, кстати, у этого писателя есть роман под названием «Ночной газов». Так что вы увидите знакомым другим литературным произведениям и фильмам название автора Патрика Модиана. Знаете, что это Нобелевская премия 2014 года, который через три дня будет ручать, будет награждать Люсию в Национальном музее Скансен в Швеции, в Стокгольме. Начинается всё с того, что местная газета устраивает конкурс Люсии и публикует фотографии девушек, которые подают дайву год на участие. Среди них читатели выбирают одну, скорее всего, это будет блондинка с длинными волосами, чаще всего это главный критерий выбора. Она, Люсия, которая выбрана самой главной, становится главным действующим лицом в швеции Люсии, которая главным ходом движется по центральным улицам больших городов, маленьких посёлков. Люсия приходит в дома приторелых, в больнице. Это ещё благотворительная такая миссия. В её свете следуют остальные участницы конкурса, про них не забывают. И дети, которые складывают ладони у людей, проходят торжественные процессии и поют радиационную песню Люсии. Ну и обратите внимание на наряд королевы праздника. Белое платье, которое обозначает невинность и чистоту. Красный пояс, которым подпоясано это платье, символизирует мученическую смерть. Бенок — это нимб святый, горящие свечи, свет, которые озаряют путь. Всем странникам отбирать свою Люсию, устраивая праздники с пением традиционных гимнов. Я была однажды свидетелем того, как родители детей детских песенок, мы были в музее, сейчас вспомню название, и было представление детское, ну совершенно детское, вот можно сказать, чуть ли не для грудничков. И родители маленьких детей, больших детей вели себя как настоящие дети, и подпевали, и очень было необычно смотреть на то, как отцы вовлечены в этот процесс. Поэтому, как относятся трепетно к детям в Швеции, это одно удивление. И насколько вовлечены все процессы празднования, это действительно так. Этот праздник очень популярен и в детских заведениях, и прежде всего, конечно, в школах, в детских садиках. И отмечается этот праздник, конечно же, дома, начинают его отмечать ранним утром, когда главную роль обычно выполняет либо младшая дочь в семье, либо старшая дочь, которая рано-рано утром просыпается, облачается в белое платье с алым поясом, одевает на голову венок с семью свечами, и вместе с другими детьми песнями будет те, кто еще не проснулся. Как правило, это бывает отец семейства. Затем все вместе они подают родителям на завтрак сдобные булочки с ароматом шафрана, имбирные печенья и кофе. Кстати, часто и взрослым, которые не употребляют спиртного, и детям любого возраста, вместо кофе, вместо глинтвейна, как правило, он бывает на основе спиртсодержащего напитка, подают глёк. Это главный рождественский скандинавский напиток, вариант шведского блинтвейна или партвейна. Можно его действительно сделать на основе вина, но мне больше всего, и нам в компании в казанском филиале, больше нравится безалкогольный вариант, многие за рулем, многие просто не пьют спиртного. И это, кстати, вот тот вариант напитки, который можно выпить всем в семье, не задумываясь, ребёнок или взрослый, или спортсмен, кстати, на спортсменах, тем, кто приходит, например, с погубки улицы, с улицы холода, а тем, кто серьёзно занимается спортом, ну, тоже нельзя вот это так, что это зимой, но вот как раз вот блёк, это тот вариант, который можно пить и холодным, и горячим, но зимой, конечно, подразумевается, что нужно согреться после прогулки, катания на лыжах, сантов, и этот напиток действительно очень любит спортсмены. Я предлагаю вам, особенно, когда вы посещаете Икею, обязательно заглянуть в отдел шведских продуктов, которые либо при ресторане бывают, либо при кафе. Покупайте в Икеа безалкогольный фруктовый напиток со вкусом глинтейна и клюквы, который в тёмной бутылочке. В этом году появился напиток на основе яблочного сидра. И рецепт очень простой. берёте, например, одну порцию клюка, разбавляете водой в пропорции два к одному, можно один к одному, если вы не любите слишком сладкий вариант. Доводите до кипения, но не кипятите. Разливаете по рюмочкам, по высоким бокалам, всё зависит от того, сколько будет желающих отредить. Это вкусный-вкусный напиток. Если это высокий бокал, то можно будет нарезать небольшое количество яблока. Обязательно положить несколько зёрнышек. Миндаля, изюма. Лучше миндаль, чтобы был не очищенный. Хочется, в той же икеи продаётся уже готовая смесь изюма и миндаля. Но мне больше нравится вариант, когда ты очищаешь миндаль. Он совершенно другой по вкусу. И особенный вкус получается у глёга, который вы готовите таким образом. Подавать лучше горячим. Если это яблочко, если это высокий бокал, то тогда ещё и с длинной ручкой, чтобы была ложка, чтобы удобно было доставать вот этого содержимого. Стоит вам один раз приготовить глёг. Неважно, чтите вы шведские традиции или будете это делать потом. Действительно вы будете это делать. Потом после такого напитка в последующие Новые годы обязательно пройдут с просьбами и с использованием, с просьбами детей сделать глёг, приготовить глёг. Кстати, как правило, он продаётся в Икея только в канун Рождества и Нового года. Потом не в сезон его найти очень сложно бывает. Вот так мы рассказывали и в прошлые годы, как приготовить глёг. А после того, как в прошлом году появился такой замечательный напиток, напитки на основе трав и специй, актив и релакс, у нас нет необходимости, особенно если нет такой возможности, приобретать глёг в Икея. Поэтому мы используем замечательный рецепт из буклета, согревающий зимние напитки. Вот я его уже до дыр долистала и, кстати, забыла его всегда на рабочем столе, потому что я действительно им пользуюсь и раскладываю как гармошку. Я смотрю эти рецепты, выбираю из семи вариантов, которые предложены в буклете. Тот, который мне больше всего нравится сегодня именно. И в канун Дня Святой Лесвии давайте-ка посмотрим на рецепт шведского глёга, который варится на основе напитка, на основе битра, который актив. Нет, не актив. Если я не ошибаюсь, это должен быть релакс. Итак, вот он буклет. И сразу же открыли. Да, правильно. В смысле правильно. В буклете написано, но неправильно написано у меня на страничке презентации, на слайде. Действительно нужно взять напиток на основе трассы специи, который релакс. И записывайте, кстати, рецепт, если у вас ещё нет этого буклета. И я думаю, что после сегодняшнего рецепта вы обязательно закажете. 1, 1, 4, 2, 3, код буклета. Посмотрите, какой он красочный. Какой он насыщенный рецептами напитков, которыми обязательно нужно украсить свой не только рождественский, но и на новогоднем столе. Особенно, если у нас осталось будут дети. И приготовим напиток мы прямо сейчас. Я его приготовила заранее. И сейчас хочу вам озвучить рецепт. Итак, берём по буклету, по рецепту нужно взять 3 чайные лодки напитка. На основе трассы специи релаксные я взяла не 100 млитов, а побольше взяла воды. Вот получилось наверное миллилитров 300. Да, получилось так, что на каждые 100 млитов по 1 чайной ложке так она и вышла. Виноградный сок, у меня был сок собственного приготовления и виноград собственного сада. Так что всё экологически чисто выдержано в шведке. Мы разводим эти 2 компонента, 3 точных компонента сухого шока, воду и виноградный сок. Добавляем несколько долек апельсина. Ну, это вот один раз отрезали и пополам. Две дольки апельсина. Доводим до кипения. Немножко пипятить. А затем перед тем, как разбить в чашку, очень уж красиво получается глюк в высоких чашках, мы кладём изюм и миндаль. Заливаем готовым напитком. Я ещё не пробовала то, что вы приготовили. Снимаем пробу. Что же получилось у нас? Какой интересный вкус. Действительно очень пикантно благодаря специям, которые присутствуют в составе. Я хочу вам напомнить, что напиток на основе трав и специи это не только вкусно, но ещё и полезно. Благодаря присутствию ромашки она известна своими успокаивающими свойствами и придаёт любому напитку мягкий вкус. Есть традиция петь ромашку и чай в той же Швеции. Чай ромашки содержат мощные отяки, зимой это то, что нужно как раз для того, чтобы защититься от нападения всевозможных инфекций. корица, гвоздика, чёрный перец, имбирь, кардамон. Смотрите, сколько специй, которые придают такой необыкновенный вкус напитку, присутствуют. Ну и, конечно же, инулин, растительная перчатка, самый-самый полезный углевод, который стимулирует пищеварение. Так что, вот такой вкусный, полезный, согревающий напиток я приготовила себе. Сделать это вот у меня получилось буквально за 5 минут. пищеварение. Пищеварение. Пищеварение.